добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о признаках истинной мужественности еще один признак и мне кажется он один из основополагающих как и убеждения это ответственность мужчина всегда берет ответственность на себя более того ответственность это оборотная сторона власти когда мужчины говорят а почему я должен за все отвечать тогда я хочу задать таким мужчинам вопрос а почему тогда ты всем должен распоряжаться и так вы должны понять друзья что когда ты обладаешь властью, то в равной мере ты обладаешь ответственностью. Если ты являешься главой семьи, то абсолютно за все, что происходит в твоем доме, несешь ответственность ты. Очень часто я сталкиваюсь с мужчинами, которые говорят, я не могу нести за это ответственность, потому что это решение принимала моя супруга. Но послушайте, у меня для вас плохая новость. Даже если решение принимала жена, все равно несешь ответственность ты. То может быть коллегиальное решение. Вы проголосовали, но ответственность будешь нести только ты и никто другой. Власть обременена ответственностью. И настоящий мужчина, он человек власти, но он понимает, что эта власть уравновешивается ответственностью и никогда от нее не откажется. Когда происходит что-то плохое, когда приходит какая-то, знаете, угроза семье. Мужчина это тот человек, который первым выходит и говорит, я, я буду это делать. Это моя ответственность, потому что ты обладаешь властью. Вы не можете разделить власть и ответственность. Если у тебя нет власти принимать решение или действовать определенным образом, то ты не можешь нести за происходящую ответственность. Если ты не принимал это решение, допустим, на работе твой босс, твой начальник говорит, я принимаю решение, чтобы вот здесь была яма. Ты говоришь, нельзя здесь яму копать, здесь труба. Он говорит, я принимаю решение, ты копаешь, пробиваешь трубу и ответственность несет твой начальник. У меня был потрясающий эпохальный случай, когда мы делали фестивали. Один большой епископ, он пришел и сказал, я запрещаю вам собирать молодежь и рассказывать им об Иисусе Христе, потому что это раздражает местные власти. Впоследствии мы узнали, на кого работал этот служитель. И я сказал, я не могу выполнить то, что ты говоришь. По одной простой причине. Бог мне сказал делать это. Бог мне повелел, но поскольку ты мой начальник, ты должен отдать распоряжение, воспользовавшись своей властью, и тем самым взять на себя ответственность за то, что я нарушу повеление моего Господа. И тогда я спокойно сделаю абсолютно все, что ты хочешь. И этот человек сказал, нет, ты начал, ты и заканчивай. Но подождите, если я за твое решение буду нести ответственность, то эти отношения не могут продолжаться. Потому что это неправильно. Настоящий мужчина, он берет ответственность на себя. Если тебе не нравится, что делает тот или другой человек, возьми на себя ответственность и запрети это. В семье это работает точно так же. Ты, как отец, имеешь право приказать любому домочадцу, начиная со своей жены, заканчивая внуками. Ты можешь сказать, я не хочу, чтобы это происходило. Если ты будешь неправ, ты понесешь ответственность. Но если ты прав, ты тоже понесешь ответственность. Только она будет со знаком плюс. Итак, мужчина это человек, который всегда берет ответственность на себя. Никогда не бежит от нее и никогда не поступает, как сделал Адам. Вы помните, одно из первых проявлений греховности, это когда мужчина убежал от ответственности. Когда он согрешил, жена втянула его. Нет никаких вопросов. Но давайте вернемся к тому, что я говорил, за все все равно несешь ответственность ты. И Бог пришел и призвал к ответственности. Адам сказал, это не я, это жена, которую ты мне дал. Посмотрите, как ловко перескакивает ответственность сначала на жену, потом на самого Бога. И это поступок не мужчины. К сожалению, такова греховность. Но если вы хотите быть настоящим мужчиной, вы должны всегда брать ответственность на себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!